Добрый вечер! На канале Ника Плюс. Время новостей в студии Алена Сянти. Дефекты дорожного полотна, выявленные с наступлением весны, устранит один из исполнителей прошлогоднего муниципального контракта по ремонту дорог. Фирма «Ремстройкомплект» обязалась выполнить работы на 40 улицах Карельской столицы к 20 мая. В Петрозаводске собираются перевезти на природный газ 18 многоквартирных домов на Октябрьском проспекте. Об этом говорили на рабочей группе в Петрозаводском городском совете. Депутаты Петросовета обсудили планы газоснабжения и газификации Карельской столицы на ближайшие 10 лет. Последний комплексный проект по переводу Петрозаводска со сжиженного газа на природный закончился в 2015 году в Соломенном. В этом году природный газ должен прийти к жителям Октябрьского района. Разработка программы газификации города, а также контроль над ее реализацией в центре внимания участников рабочей группы. Отмечу, что работа над программой газификации столицы Карелии сегодня ведется по нескольким основным направлениям. Во-первых, это перевод на природный газ 18 многоквартирных домов. Конкретно это 1342 квартиры, район Октябрьский от третьей очереди строительства газовых сетей, третий пусковой комплекс Октябрьского проспекта. На данные работы будет затрачено порядка 13 миллионов рублей. Второе направление – это как раз перечень мероприятий в рамках газификации города на 10 лет. Уже этим летом 18 многоквартирных домов Петрозаводска будут переведены на природный газ. Никаких дополнительных финансовых затрат жители многоэтажек понести не должны. Жители этих многоквартирных домов никаких денежных средств дополнительно собираться не будут. Газификация будет происходить за счет бюджета Петрозаводского городского округа. Второе направление – разработка программы газификации города на 10 лет. На природный газ планируется перевести более 26 тысяч квартир. Программа предполагает полную газификацию Карельской столицы. В нее должен попасть и частный сектор. 16 кошек находились в квартире без хозяина на протяжении трех недель. Обнаружили бедолаг и вызвали их из заточения зоозащитники. Но спасти удалось не всех животных. Ну давай, дурищка. Она немножко чужих людей опасается. В этом боксе цветы и физик. Слева направо – ирис, камелия, кюри, в честь Марии Кюри и астра. Справа сидят еще три их товарища по несчастью. Этих кошек зоозащитники вытащили из запертой квартиры, где три недели хвостатые были предоставлены сами себе. 24 марта хозяин кошек выпал из окна своей квартиры на четвертом этаже. Мужчина жив. Даже в больнице он оставался в сознании. Но о том, что на его попечении находятся 16 животных, он никому не сказал. А двойные двери квартиры не пропускали запахи и звуки. Тревогу забила соседка мужчины, которая услышала мяуканье за дверью, а потом разглядела кошачьи силуэты в окне. Видно было, что кошки отчаянно пытались найти корм и, главное, воду. В квартире не было ни капли воды. Пытаясь найти корм, они проникли в кухонные шкафы, вытащили оттуда пакеты с крупой. Ну и, к сожалению, те, кто выжил, им пришлось питаться своими менее удачливыми собратьями. Из 16 кошек спасти удалось семерых. На контакт пока идет только Ньютон, остальные чужим не доверяют. По словам их куратора, реабилитация потребуется серьезная, хотя кошки поступили в приют не в самом плохом состоянии. Ну и когда они приехали, конечно, я была в шоке. Кошки худые, кошки в очень большом стрессе. Они все сжались в кучку, вообще не реагировали на человека, но очень обрадовалась, когда, положив им корм, они начали сразу есть с большим аппетитом. Сейчас спасенным нужны усиленное питание и ветеринарный уход. Как только бывших узников вылечат и хорошенько откормят, им начнут искать новый дом. Мария Кравцова, Владимир Волотовский, телеканал Ника+. Имя карельского композитора Геннадия Вавилова внесено в справочник мировых знаменитостей. Его первое произведение прозвучало на гостеле Радио Советского Союза ровно 60 лет назад. Юбилей своей творческой деятельности известный музыкант отметил концертом в Карельской филармонии. Геннадий Вавилов лично встречает коллег и друзей, которые пришли на концерт. К юбилейной дате маэстро относится спокойно. Говорит, это всего лишь возможность подвести итог многолетней работы. Вот то, что концерт прозвучит и реакции, восприятие слушателей на эту музыку, которую я для людей писал, вот это для меня важно. За 60 лет в искусстве написано 17 сонат, 5 баллад, 2 тома вальсов и еще тысячи других сочинений. Он открыл новый жанр – новеллу. Одна из самых известных – памяти принцессы Дианы звучит на юбилейном вечере. Уроженец Оренбургской области Геннадий Вавилов мечтал быть офицером, но проблемы со зрением из-за контузии на фронте не позволили осуществить мечту. Он связал свою жизнь с музыкой. В 1966 году выпускник Ленинградской консерватории Вавилов приехал в Карелию, где по сей день живет и кует музыкальные кадры республики в Петрозаводской консерватории. Несомненный лидер композиторской школы в Карелии. Его творчество знают не только в Карелии, не только в России, но и во всем мире. Особая гордость Геннадия Вавилова – работа на благо детей. Я написал музыку для детей столько, сколько не написал ни один в мире композитор. Ни один, я подчеркиваю. Благодаря этому и была школа в Костомокше, открыта моего имени. И благодаря этому на базе этой школы мы создали международный конкурс пианистов Баренца региона. В этом году маэстро отмечает не только творческий юбилей. В мае композитору исполнится 85 лет. Но на покой он не собирается. Признается, что самая большая радость для него – дарить людям свое творчество. Алена Сенция, Александр Борисов, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Апрель мало напоминает настоящую весну, но горожане не сдаются и проводят настоящие весенние мероприятия. Ученики одной из школ Петрозаводска подарили малышам скворечники, которые смастерили на уроках труда. Каждый год учащиеся пятой школы дарят своим маленьким соседям, воспитанникам 95-го детского сада, весенний подарок. Скворечники, сделанные своими руками. Этой традиции уже более 30 лет. Мы делали эти скворечники на уроке труда. Делали мы их старых досок, чтобы подарить детям, чтобы они ухаживали за птицами, нашими младшими братьями. А что вы скажете? Спасибо! Как выяснилось, малыши прекрасно знают, зачем нужны деревянные домики. Чтобы птицы там жили. А еще скворечники – это символ весны, которая, по словам синоптиков, уже скоро придет в Петрозаводск. Это все новости к этому часу. Я, Алена Сянцей, благодарю вас за внимание и прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...